приветствую вас друзья с вами Алексей Коробов и вот перед нами картина трансляции турнира в дохе очередной игровой день очередной дождь в стране в которой бывают года без дождей весь турнир в это пошел по сути на смарку каждый день идет ливен игры начинается не успевает начаться тут перерываются короче не знаю как они там будут справляться у них завтра финал а еще так сказать вечер пятницы а еще четвертьфинала не отыграли ну да не суть это прямая трансляция на седьмой момент одной из игры вот написано кто должен играть это четвертьфинал вот по статистике по статистике на этом турнире полная фиаско ну видимо надо делать поправки к стратегию и если так сказать начинает идти дождь там на этапе квалификации на первых этапах надо заканчивать этот турнир больше на нем не играть и соответственно как-то выходить там в ноль если в плюс удастся но тоже супер но турниры под дождем играть не надо по обсуждаемым стратегиям потому что полная неразбериха девчонки играют там по две игры в день разрываются игры то есть мотивации вообще я помню что никакая там их выгоняют на стадион пока не тренеры разогреваются перед игрой снова начинает идти дождь ну просто на них смотреть жалко на самом деле вот такая у нас ситуация по работе двух стратегий турнире в дойхе начали мы с квалификации и в общем то как бы сразу видно на вот две наши стратегии 1 мы ставим что игра закончится в два сета вторая стратегия что мы ставим что фаворит победит со счетом 2 0 ну приведенные к 1000 рублей как бы банку ставки вот видно результат я тут уже прекратил таскать играть на эту на этом турнире ставки до сих пор стоят игры которые должны были случиться позавчера почему здесь нету вчерашнего дня потому что не сыграли таскать вчерашние игры до сих пор еще сейчас у нас 16 30 вечер пятницы игры четверга еще не случились по ним еще нету расчета мы еще ждем их окончания вот поэтому там никаких у меня иллюзий по поводу того что там какие-то положительные результаты нет потому что как бы там игры сегодня уже успели два раза прерваться при том что они начались еще вчера вот и девчонкам как бы еще после того и не 4 финал сыграют еще полуфинал сегодня играть или завтра с утра ну короче не буду а больше много говорить вот результат даже при такой патовый совершенно ситуации стратегия победу фаворита 2 0 дала минимальный но плюс он даже не компенсировал минус по стратегии total меньше но вот на результате такого вот неприятного и не такой вот неприятной ситуации на этом турнире можно сделать вывод очень хороший что так сказать из всех описанных стратегий в итоге таскать total меньше отсеивается в связи с нерентабельностью даже на таком вот печальном турнире фавориты все-таки иногда выигрывают в большинстве случаев конечно не в два сыта там много очень трех сытовых игр тоже девчонки все устали вымотаны там и так далее но даже вот на таком вот турнире стратегия победа фаворита со счетом 2 0 дает хоть минимальную но прибыль вот такой вот результат у нас этой неделе вот такой результат у нас турнира вдохе сегодня начался у нас дубай сегодня начался у нас дубай первый день не квалификационных игр вот он уже по сути закончился эта игра уже в нашу стратегию не вписывается она вылетела в третий сет вот результаты статистика будет финансовая надеюсь в дубае не будет дождя и статистика у нас будет полная за всю неделю она несомненно у меня будет пока вот первый день то есть из 16 игр все 16 году игры удовлетворяли всем стратегиям по всем параметрам вот как вы видите в три сета закончилась две игры одна отмена и здесь еще есть по моему один или два вот в этой игре фаворит проиграл но со счетом 2 0 вот и по моему еще какой-то я не помню сейчас по моему еще какой-то фаворит проиграл ну это все что в этом видео хотелось сказать не знаю поплакаться в жилетку описать ситуацию предостеречь там как понимаете вот она такой вот короткая лайки дизлайки ставьте мне очень нравится наша таскать общение которое пошло в рост мне нравится то что таскать наш сайт академии стал посещаем в чем посещаемость растет каждый день люди регистрируются люди заполняют анкету я искренне всем вам благодарен спасибо большое за все пожелания которые вы пишете в своих анкетах есть у меня к вам один маленький вопрос вы смотрите меня на канале то есть я что-то вам говорю вы потом запись смотрите не хотите ли вы пообщаться в живую не нужно ли нам уже таскать начинать какие-то проводить вебинары онлайн да то есть чтобы таскать вы не только у меня в записи слушали но могли как-то реагировать на все что я говорю это вопросы может выходить мне задать на которые я бы мог вам ответить у нас на сайте вот здесь вот справа есть небольшой опросик в какое время вам удобнее чтобы мы проводили вебинары во первых всех прошу даже кто не регистрировался и не собирается регистрироваться но кто подписан на мой канал и хотел бы со мной пообщаться не заочно наочно запомните пожалуйста кликните в этой в этом опросе удобное для вас время чтобы мы понимали когда большинство удобно и что-то планировали а под этим видео я сейчас постараюсь не забыть когда выгружу его к на канал включить комментарии сразу они через день какие-то обычно делаю под видео напишите пожалуйста плюс один больше ничего не надо те кто хотел бы пообщаться в живую те кто хотел бы поучаствовать уже онлайн мероприятие в вебинаре пообщаться со мной я придумал какую тему до этого вебинара если у вас есть какое-то предложение опять же комментариях под это видео напишите хочу вебинар на тему такую-то или пишите нахрен вебинар не нужен мне прекрасно смотреть видео оффлайн но хоть вопросы напишите я хоть там на ваши вопросы буду отвечать вот так же искать в записи да потом будете в записи свои ответы на свои вопросы ну я не знаю как короче вот я понимаю что у нас общение пошло комментарии к видео есть их с каждым днем больше есть комментарии уже в почту кто зарегистрировался кто знает мои контакты сейчас мы еще группы наверно подтянем в социальных сетях чтобы там тоже к это движуха у нас пошла то есть движуха у нас пошла и это самое главное это меня больше всего радует мне нужна обратная связь очень нужна обратная связь хочу знать чем вы живете хочу знать какие есть у вас проблемы хочу знать чем я могу вам помочь всем задаю этот вопрос но ответ к сожалению далеко не все мне присылают поэтому еще раз лайки дизлайки в комментарии пишите нужен ли нам вебинар какие у вас есть вопросы на этот вебинар какие у вас есть предложения по теме вебинара все пишите в комментарии ну другого способа общения мы пока не придумали пишите все youtube стерпит а потом кинесоциальные сети подтянем и будем уже общаться там все всем спасибо за внимание с вами был алексей коробов